Ксения Собчак Пойдет ли это извинение на пользу их отношениям, покажет время. Ну а пока мы будем надеяться на лучшее и продолжать конкурс «Самая умная пара Дома-2». Наступил 876-й день нашей телестройки. Вчера конфликт между семьей Нелидовых, вновь прибывших на Дом-2, и парой Тори и Руслана, наконец-то был разрешен ведущими. Саша и Наташа захотели въехать в старый дом на место Тори и Руслана, так как посчитали свои отношения более проверенными. Но более молодая пара решила без сбоя не сдаваться. Поэтому Ксения Собчак объявила правило, что на место в старом доме теперь раз в три месяца может претендовать любая пара. Голосование объявлено на 1 ноября, когда сами участники решат, кто должен называться старичками. Такая важная тема взволновала всех ребят, поэтому запланированное голосование за вселение вип-домики было перенесено на сегодня. ДИМОН 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 Да? Чем занимаешься? Да вот хочу, журнальчик новый вышел с Настей, хочу обновить стендик. Да ты что? А это можно взять? Как это? Сейчас я положу в стенд, возьмешь. Может помочь тебе чем взять? Так я, наверное, с этой супы-то возьму. Хочешь, давай. Давай. Или там у тебя все подсчитано, а? Чтоб всего раз в три четыре десять, стоп. Да не, не. Чего, куда ты его поставишь? Ну вот, давай, перебегай. Ты ся живет. Сейчас с Ольгой. А кто вышел сам с Настей? Да. О, ну ты разложи, с Настей кроватку. Офигеть. Чего? Ну что он меня трогает? Я, я, ну, прась, я тебя подвигаю, развалился на все крыло. Чего было полное место? Где? Ты легла, я бы тебе там тоже. Я сюда лег, подошел здесь больше места. Так, не рычи. Сам не рычи. Ты не рычи, я скажу. Ну ты что? Ты меня не варил? Да. Нафиг, я не варил. А? У меня я не варил. Что-то пора. А чей омлет? Колин. Колин? Ну что, я у него украду кусочек? Ну, если кусочек, он тебе сразу варил, он тебе прилетел, а я варил. Понимаете? Да, ладно. Он так же сидел там и такой, Воня, я гны чуть-чуть. Вот так же. Ну, я думаю, конечно, сейчас аппетит у нас должен был изыграть. Он так остыл еще. Вот. Потрясающе. Ну вот. Почему Сэл Сэм стал суперменом? Собчак хочет избавиться от Бородиной. Криминальное прошлое Алены Водонайской. По-моему, не глупо. Любимые женщины Романа Третьякова. Очень интересно. Руслан и Тори готовятся стать родителями. Вот это мне больше интереснее, чем все остальное. Ну что? Ну, ты будешь гулять-то, нет? Я тебя не отпущу уже, кокос, давай. Даже не думай. Давай, или мы гуляем, травку уйдем, или мы домой пойдем. Один ты не пойдешь. Что в одежде-то лег на постельное белье? Слышишь? Сэм? Сэмик? Ты что в одежде-то лег на постельное белье? Ты что, блин? Так это на постельное белье уже месяца два. Угу. Совсем с ума сошел уже? Давай, иди. Оно чистое, Зая. Нет, не чистое. Давай, иди, раздевайся. Одно гляд вообще совсем. Мужчина, которому я приготовила завтрак. Вот. Между прочим, я слышала, я удивилась. Коля, просыпайся, завтрак готовь, ну нифига себе. Он выходит такой к завтраку. Здесь Боня крутится. Угу. И предварительно у меня попросила кусочек из этой порции. Я говорю, ну ладно. И потом, значит, он выходит такой, типа. Она говорит, ой, ну Коля, я как кушаю, типа, ну что такое. Ну ладно, кушай весь этот завтрак. Тихо говорит, слышишь, все, это последний раз был. Когда я тебе готовилась вообще хоть что-нибудь на завтрак. Ох. Я бы очень не хотела тут жить. Да? У меня же кокос еще. Тут еще у вас, говорят, дверь не закрывается, да, балконная? Не, ну он... Мне сейчас, посмотрите, вон уже утром, то голосование, лобное. Все, что не заголосовали за его домики. И я такая... Пророкрышка всякая. И против вас, короче, было 2, 4, 6... 6 человек, секунд, что такое. Ну это было достаточно. Или 8, должно быть. Я не хотела голосовать против вас. Во сне. Во сне. А как ты думаешь, кто это? Вот такая рожа. Ну как ты думаешь? Благодаря сестры, класс. Я вообще не знаю. Ну примерно. Детская вторая, я не знаю, кто это. Ну, твои варианты. Так я лучше вот заполню здесь кайтанцию, отправлю. Ну ты как думаешь? Вене змея. Сказать? Да. Не лидос. Не лидос. Не лидос. Что-то паспоро, красиво. Абарону, соль. Степа, сгоня. Вот поставься, пожалуйста, в себя, на мое место. Ты мне приготовил? Ты ждал, когда это все будет слепено. А я взяла и просто цинично кому-то дала. Степе, допустим. Все. Теперь пошел все и переварил. Значит, пошел все и переварил? Ну вот не надо. Я хочу остаться одна. У меня такие вещи очень, что настораживают. Итак, ребята, сегодня на стройке у нас преимущественно молодые участники, новые. Значит, у нас будет сегодня больше работы, меньше понтов. Работа та же, что мы нашли вчера. Идем. У-у-у. Итак, ребята, у нас проходит конкурс, как вы помните. Значит, у нас должен быть городок и язык чистый. Мы убираемся здесь и убираемся в мангальной. Красить не будем сегодня. Поехали. Поехали. Пойдем подметать. Пойдем подметать. Пойдем подметать. Пойдем подметать. Памы, да пошли вы. Ты будешь всех кратить. Да что ты... Суды я грампу грампу. Эх, 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 эх. Я мелочь собираю как всегда. А мелочь собираю? Ну что, Алёна, хотела тебя спросить по поводу заселения. Вчерашняя ситуация? Нет, но сегодня будет голосование. Ну что мы будем делать? Мы с мамой вдвоем. У ребят много поддержки у них. Их четыре пары, их восемь человек. Нас двое. Ну что ты имеешь в виду у них? То есть ты думаешь, что у них... Как по друзьям, да. Конечно. У них три пары друзей? Четыре. Кто? Степа Боня, Лейла Антон, Ольга Моцик с Ламином и Солнце с Димой. То есть эти все люди между собой друзьями? Ну конечно. Ты сама прекрасна. Мы с мамой вдвоем как две коллеги. То есть тут будет не такая борьба, не по голосам, не кто достоин жить в ребенке. А у кого друзей больше, что ты выигрываешь. Так постоянно происходит. Какая несправедливость. Какая несправедливость, Степан. Степочка, дорогой Боня. Я пришел, привел ядерное оружие к вам. Или я, Викторию Красову. Я это, я там убрал, не убрал. Все, да. Нет, вот там первое. А я думала, ты можешь взять с собой и там поедешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, нет проблем. А потом там поедешь. Бери с собой тарелочку, пойдем. И раз. Пойдем с собой. Садим работать. Только тебе нужно и есть, и работать. Ну, я же поработал немножко. Работал, теперь подкрепился. И еще поработай. Ладно. Приятно, спасибо. Спасибо. Ну, я просто подумал, что в этой стройке все остынет. И уже что есть невозможно сделать. Ну, а может быть, поменять тогда политику? Потому что, с одной стороны, конечно, вот на таком негативе всегда и интерес к вам, и ваша любовь сплочается. Но, может быть, если попробовать отношения наоборот наладить, может тогда наоборот будет с коллективом все хорошо? Наладить отношения – это значит подлезать кому-то зад. Ни я, ни мая этого делать не собираемся. Ну, а почему ты думаешь, что, например, Солнце или Оля Моцк налаживает отношения именно этим путем? Ну, я умолчу об этом. Это я комментировать могу. Ты сама все знаешь. Кстати, расскажи, кто кому. Я не буду это комментировать. Ты все сама прекрасно знаешь. И чтобы поменять ситуацию, чтобы там... Ну, не за метр, мне кажется, что отношения Степы, Бони, Солнца и Димы – это отношения достаточно равных людей. Таких. Ну, я могу сказать точно, что Степа с Бони к нам относятся как бы из этой всей... Кучки хорошо, более... Более лучше, чем другие. Поделим, что ты делаешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а, что? А что? Я думал, ты болел. Залепили весь ковер. А, залепили ковер. Что же это за такое? Такие справедливые. Степа к нам хорошо относится. Он поддержал нас в прошлый раз на голосовании. Я думаю, что он понял, потому что мы же против них ни разу не голосовали. Но может он посвязываться с вами не хочет? Просто Степе, наверное, уже стало стыдно, потому что мы всегда их поддерживали, ни разу против них не голосовали. Даже когда они заселялись, мы слили голоса специально на Ольгу Моцик с Ламином, чтобы не голосовать против Степы. Потому что все-таки ума, какие-то принципы остались, они раньше дружили, поэтому я думаю, что против Солнца с Димой мы тоже ни разу не голосовали. И с Батяной начинется, когда я ему не могу сможет улететь. А с ней стирки? Так вот с этого, а не? Вот так, знаешь, как тянули, вот так, с боков. Да одна правда, что после стирки ты не можешь в них влечь. Нет, ну я подошла. Это после еды ты не можешь влечь. Нет, из-за боку тяни. Вот и тяни. Я встал. О, спасибо. Так, давай, давай, давай. А вот. Вот он, садистой стороны. Держи, мальчик. Так, держи вот так. Иди сюда. Держи. Держи. Пой! Где он? Пой! Там колоколька. Дорогой Степан. Ну что же вы так? Степочка! Не хотите? Давай, давай, давай. Степан! Степка! Стоп, 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 стоп. Это вынужденные меры, Степан. Настоящая, жгучая, красивая. Только быстренько возвращайся на стройку. Какой спортивный мэр! Чипедело, раз, чипедело, два, три. Три чипедело, еще раз. Три чипедело. Иди, Степи, неси. Сэм. Да не ори. Я больно, а ты что? Да ты, блин, я... Ты больной, что ли? Я сейчас орала на тебя. Я стою, ты говоришь, Сэм, блин. Я и так иду. Я орала на тебя. Ты что, больной такой? Ты что орешь-то? Ты орешь. Я сейчас не орала. Я стою, ты говоришь, Сэм, блин. Я не вижу. Не видишь. Я не о... Сейчас нисколько, блин. Больной вообще. Сама больная. Придурочный, блин. Что, б***ь, не может отличить. Через каждую секунду Сэм, Сэм, видишь, что я иду, блин. На что она начинает орать? Да не вижу, я расчёвку брала. Если ты будешь ругаться, то никакой процесс не получится, потому что обиды друг на друга будут. Когда люди работают, они не должны ругаться. Тогда ничего не получается. Вот и всё. Да что ты говоришь? Давай. Давай, мы будем или дети Сомали, или... Да мы будем джазовый этот самый. У нас эти самые, которые нам помогают. Мы придумали три движения. Мы придумали три движения. Синхронные делать с контрабасами. Хопа! 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 Храм-хам-хам-хам-хам-хам. Тан-тан-тан. Жу-лизи. Хопа-хопа! Вышла соло. Хам-хам-хам-хам. Вышла. Вернулись. Храм-хам-хам-хам. Покружили. Хопа! Всё, конечно, быстро. Энергетика. Весело. Ни в одну ноту не попали. Старались как могли. Всё. Все как надо. Ну, не игр в аду. Ну, тогда давай попросим, что привезли грузовик и поставили его кузовом. Мы с тобой там в арбузах или в картошке не играли. На грузовике много картошки, мы типа едем. А вокруг нас бегают с ветками там всякие Леши. Что там вот так вот. Так зачем он там музыкальный, он не игровой. Туда не надо хламидии всякие. Надо, туда хламидии. Надо. Ну, пожалуйста, ты вообще меня не хочешь слушать. Ну, пожалуйста, ну что за... Вот это вот. Да, я не смогу так спеть как-то. Да я не смогу так спеть сроду. Че делаешь? Чувствую. Ты че? Что? Красивая какая. Ну, я хочу тебя пригласить. Да? Да. Это будет небольшой сюрприз для тебя. Сейчас мы возьмем салфетки. И я прошу тебя, составишь мне компанию сегодня? Конечно. Жень. Пошли. Пожалуйста. Что ты предложишь? И что мы делаем? Так, давай. Мы сделаем... Два деревянных контрабаса. Нет, давай мы сделаем с тобой гениальным образом. Следующий конкурс сделаю я. Этот конкурс сделаешь ты. Твои эти Дракулы, твои этот самый... Как его зовут? Это некрасиво. Мэри Поппинс. Чтобы у нас не возникало споров и деления. Ты своенравная женщина. А что, у нас не могут возникать споры и деления, что ли? У тебя... Уземир, с тобой спорить бесполезно абсолютно. Хорошо. Я не буду спорить. Мы должны соглашаться, что ли, тоже во всем? Ты, пожалуйста, ты мне скажи, что будет помимо двух деревянных контрабасов и вот этой вот... Я тебе все расскажу, когда мы подойдем к этому конкурсу. Я тебе все покажу и расскажу. Ты сделаешь так, как я хочу. В этот раз я сделаю все так, как ты хочешь, так, как ты скажешь. Нет, такого не будет в любом случае. Ты это прекрасно понимаешь. Тогда не... Сосидеть. Вот так. Замечательно. Ну, рассказывай. Как же ты так? Решила устроить мне романтический ужин? Да. Это плохо? Нет, ну я думаю, ты мне выражаешь благодарность. За что? За то, что мы съездили с тобой на лодочках. Нет, это не благодарность. Я просто делаю все по собственному желанию и по зову сердца. Если мне так захотелось, значит, что... Кое-кто тому виной. Ну да. Даже так. Да. Значит, у тебя есть ко мне симпатия. Я правильно понимаю? Что-то вроде того. Тебя нет еще. И что? Меня и так нет. Я один за момент, когда убираются ширмы, я не уберу один-две ширмы. А ты что, тут будем мы стоять? Ты стоять здесь будешь, да. Вы хотите... Кто поставил эту хуйню сюда? Пад! Зачем сюда? А куда? В середину надо! Вот здесь надо. В середину надо. Здесь надо. Кто сказал? Я сказал. Это я сказал, да. В середину надо. В середину надо. В середине идет драка. Открывается ширма, должна быть в середине. А то середина получается... Весь этот получается пустой. Вот середина. Ребят, у нас идет съемка на луну. Ворота, знаешь. Да, слушай. Все, ты пейти у меня. Все падает на меня. Ты что паникуешь, а? Ну, выпьем, наверное, за... Давай не будем знакомства пить, да? Выпьем за обоюдную симпатию. И чтобы эта симпатия... Мы будем считать сегодняшней... Нет, со вчерашнего дня, да? С вчерашнего дня симпатию будем считать. Да? И чтобы она продлилась у нас... Не хочу сказать до конца наших дней, это слишком громко будет сказано. А я хочу выпить, знаешь, зато... Подожди, подожди, я еще не все сказал. Я добавлю потом. Да. И чтобы у нас обязательно состояли здесь отношения. И вообще... Не только здесь. Чтобы здесь все получилось. Ну, а дальше будет видно. Да, отношения там могут состояться. Только, знаешь, в любых отношениях бывает разочарование. Вот я за то, чтобы не разочаровываться. Давай? Ну, давай. Давай. Хорошно. 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 Там учит. Ну? Чего? Да. Ну, давай, придумаем. Я тебе вызвала. Пока. Давай, придумаем. Какуша! Какуша! А к твою, юный папу. Какуша! Какушенька! Не знаю. Ну, давай, давай сделаем асхаббат и киргиз, короче, не, не киргиз, это ваххабит, ваххабит, короче, едет на осле, закажем, короче, фуру, пояс с мандаринами, и я, короче, выпрыгиваю такой в белом костюме из мандаринов, короче, класс, м? Давай? Давай. Класс! Ты неправильно себя немножечко ведёшь. Карина, всё, давай. Что? Чуть-чуть-чуть. Вечером об этом поговорим. Нет, я хочу здесь говорить, мы здесь живём, мы здесь строим отношения, я не хочу на камеру говорить одно, а так говорить другое. Хорошо, почему тогда сегодня с утра, когда я пытался с тобой поговорить по поводу завтрака, по поводу этого? Может быть, тогда ты причину это примерно сам поймёшь? Ну, почему ты не захотела со мной просто поговорить на эту тему? Скажи, тебе бы было приятно, если бы ты мне приготовил, а я не съела сама? Ну, по крайней мере, я бы так купила. А отдала бы просто кому-нибудь из ребят. Ты должен извиниться. Ты сейчас не услышишь этого, да? Мы не будем. Я тебя упрямишься, вот видишь? Не портим настроение, я тебя умоляю. Я не сделаю ничего такого плохого, за что бы я сейчас должен здесь извиняться. Это не тот случай, перед которым я должен не то, что как-то задевать своё я, или трогать свою гордость. Хорошо, шашлык был великолепен. Внимание! Мы продолжаем конкурс «Самая умная пара Дома-2». Напоминаю, что первый тур нашего конкурса – конкурс пародий, в котором пары продемонстрируют свои актёрские и режиссёрские способности. Итак, пародия на элитарное кино. Лейла и Антон с их вариацией. Пародия на фильм «Запах женщины». Мне нужно будет определить некоторые координации с умором. Танцово примерно 20 на 30. По внешнему кругу стоят столики. А острова, от вас, оркестр. Антон, ты как две капли воды похож на альпачино, поэтому вопросов задавать тебе я не буду. А вопрос подготовил для Лейлы. Лейла, скажи, пожалуйста, о чём этот фильм? Этот фильм о слепом генерале, который не чувствует, не видит, чувствует только языком и хочет съесть живую женщину. Прям съесть? Да. Хорошо. Это в нашей интерпретации. Ну что, ладно. Желаю удачи, ребятки. Давайте, начинайте. Поддерживаю аплодисментами! Чарли, да не хватай меня! Не ты же тупой, а... Я тебя возьму лучше. Как скажете, полковник. Что? Что с вами? С вами всё хорошо? Добрый день, господа! Здравствуйте! Здравствуйте! Что желаете заказать? То, что мы желаем, в вашем ресторане есть навряд ли. Это было лишь в небольшом каннибалистском ресторане в сердце Африки. О, я знаю, о чём вы говорите. Но у нас это ведь незаконно. Но я могу вам кое-что порекомендовать другое. Волосы из ноздрей ламина. Не желаете? Но это не здесь. Ладно. Меня интересует... Меня интересует шведский стол. Да, позвольте. Но у нас никогда его не было. И нет. Что вы, молодой человек, будете мне врать здесь? Я же вижу, передо мной сидит прекрасное шведское блюдо. Да что? Тогда я могу вам предложить к шведскому блюду шведский напиток. Да, пожалуйста, холодненькое пиво. Иди, дружочек. Одно или два? Два. А, извините, вам есть 18 лет? Да. Вашему? Да ему! Уже 30 дней утром внуковых бабушка беременна от его тёщи! Хорошо. Иди отсюда. Сын мой, помоги мне встать. Пожалуйста, покойник. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите, я вот присяду. Как вас зовут, шведская курочка? Меня зовут Лилу. 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 Прекрасное имя для шведочки. Кстати, как вы догадались, что я шведка? Я очень много знаю о женщинах, и это очень просто. Вы, блондинка, с голубыми глазами. Не позволите ли мне пригласить вас на танец? Музыку. Красон. Паркатитка, 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 паркатитка. Луквиста пунулся полакан, татка, ялаканиток, паканиток. Иеван, эйтисе, титтё, саваhtима, клюхан елази, jуткан. Лилу. Чарли, поассистируйте меня, пожалуйста. А это я ставлю на десерт. А сейчас мы встречаем знатоков приключенческого жанра в кино Сэма и Настю с их версией фильма «Пираты Карибского моря». Ребята, ребята, показывает, что у вас не один фильм, а целая папури. Ну да. Выходите сюда. Мы стесняются. Такой вопрос. Как же у вас пересеклись и пересплились все эти персонажи в одно единое целое? Ну, ты знаешь, что вариантов много было. Мы на одном не остановились. Фильм, мультик Чипа Дэйла, это мой любимый мультик. Вот, поэтому мы решили взять. То есть много, побольше, все сразу? Нет, не много, побольше. А просто у нас разные вкусы. Ну и по цвету кожи разные, и характер у нас разный, и вкус у нас разный. Оказывается. Да, и Цемик, вот, ему нравится, он сам, наверное, сейчас скажет, что ему нравится. Мне нравится «Кинг-Конг», потому что я в характере «Кинг-Конга» полностью вижу Анастасию Дашко. Поэтому это близкая тема ко мне. Хорошо, позвольте не согласиться сегодня с теорией Дарвина. Вам пожелать удачи. Начинайте, ребята. Отлично. Отлично. Отлично, ребята. У-ху. Кучка. Ага. Подкупили сразу же. Ага. Здоровечко. Хватит ей всем интересно. Хватило. Всех хватило. Кроме Каролинки. У-ху. Нормально. Кинокомпания «Сэм Дашко Энтертеймон» представляют попури хитовых фильмов. 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 корова! Какая жирная корова? Я вешу всего лишь 35 килограммов! А что ты предлагаешь мне сделать? Давай её! Сожжём! Сожжём? Сожжём! Сожжём! У тебя спички есть? Нет, а у тебя? А, сейчас посмотрю, подожди! И сейчас посмотрю! Сейчас! Вот чёрт прокладки! Бумага! Ты знаешь! Опять прокладки! Боже мой! Где спички? Нету спичек! Спички! Нету спичек! Я знаю, где я скажу! Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Что это? Не знаю. А-а-а! Матерапия! А-а-а! Ты дурак! Ты дал мне бесплатно! Поза-то раз! Ура! Кинг-Конг не знал, с кем он связался. Эту женщину никто не может выдерживать. Только беруши для ушей могут помочь спасти Кинг-Конга. А ты думаешь, что я так не могу? Кинг-Конг не знал никаких игр. Кинг-Конг не знал никаких игр. Банн спешат чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ты целый час сел. А он всегда спешат туда, где жду. А он не всегда успеет. Чик-чик-чик-чик. Развлекай меня! Придумай что-нибудь! Неужели у тебя не хватает фантазии? Ну и что нового ты мне покажешь? Хватит! Хватит! Ах ты свалочка! Что значит хватит? Что значит хватит? Ей может помочь только валерьянка! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик А он всегда спешат туда, где жду. А он не всегда успеет. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Чик-чик-чик, ты, 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 Это любовь с первого взгляда. Чудовище спасла красота. А кто из них чудовище, решайте сами. Они всегда спешат туда-дверг, но туда-дверг, но они всегда успешат. Итак, сложно далась подготовка к этому конкурсу. И Антону, и Лелли, и Сэму, и Насти. Но все-таки они показали сегодня и на интеллектуальное кино-пародию, и пародию на комедийное кино. Но завтра будет новый день. Завтра принимает участие в конкурсе Нелидовы. Семья Нелидовых. Аплодисменты. И семья Димы и Солнца. Спасибо. Увидимся на лобном месте. Сегодня голосование за ВИП-домики. Судя из названия, претендовать туда могут только ВИП-персоны. И, наверное, это будет Ксения Собчак. Встречайте ее. Да, причем я буду претендовать сразу на три ВИП-домика. И в каждом буду каждую ночь ночевать, чтобы Виктория не упрекала, как вчера, нас в строительстве отдельного жилья для меня и Ксении Бородиной. Я тебе еще предупреждаю на этот домик. Да это я не сомневаюсь. Ну хорошо. Вчера за всеми хлопотами и истериками некоторых участников, не будем показывать на них пальцем. Мы забыли, в общем-то, о другом, не менее важном событии, таком, как голосование за ВИП-домики. Это, конечно, не комнаты в старом доме, но тоже неплохо. И на ближайший месяц, мне кажется, вполне сносный вариант для многих из вас. Поэтому хотелось бы услышать, кто сегодня собирается претендовать. Замечательно. У нас две полные пары и Дима. Я двое. А где солнце? Солнце уехает. Она подъедет попозже. Хорошо. Антон и Лейла, вы не собираетесь претендовать? Нет. Знаете, сейчас большие хлопоты, связанные с конкурсом, и перевозить туда-сюда вещи, это очень утомительно. Поэтому мы решили... Ой, какая самоуверенность, Антон. А ты прям думаешь, вот ручку поднял, и сразу автоматически вещи будешь перетаскивать? Да. Тем более, что Наташа с Сашей не претендует, и у нас был бы сегодня шанс вселиться, но мы не хотим... Почему ты так уверен? Сколько вы раз пытались, ни разу, по-моему, вас так сильно ребята не поддерживали? Мы еще на том этапе сейчас находимся, когда мы не знаем, Май с Аленой друзья нам или нет. Поэтому все зависит от их сейчас отношения к нам. Что подсказывает тебе твоя непомерная интуиция и высокий интеллект? Нет, я надеюсь, за соперничеством за вип-домики не будет стоять той злобы, какая у нас была до этого момента. У нас желание все-таки есть быть вместе, и вип-домик... Но ты сегодня добровольно отказываешься от своего счастья, чтобы дать ребятам возможность еще чуть-чуть подольше там пожить. Правильно я понимаю? Счастье может быть везде. Но там более комфортно. Май, Алена, соответственно, к вам вопрос. Вот сегодняшнее неголосование, скажем так, означает конец вот такой вражды между вашими двумя парами? Нет, не означает. Ну хорошо, а сейчас я хочу дать микрофон Саше Нелитову. Мы не претендуем сегодня на вип-домик, чтобы не были под угрозой Майи и Алены, которые вчера единственные, кто нас поддержали. Наверное, действительно, как новенькие, поживем недельку еще со всеми, а на следующей неделе обязательно будем претендовать. Спасибо. Ну что ж, замечательно. И, соответственно, хочу спросить у Коли и Каролины, ребят. Результаты вашего свидания? Ну, мы... Настроение мое было испорчено уже утром, так как мой завтрак, который я приготовила в Нику, был с легкостью переадресован другой девушке. Это какой же девушке он был переадресован? Ну, я думаю, не будем мы ее называть. Какой бы девушки это ни было, неважно. Неважно. Ну хорошо, свидание исправило это положение вещей или нет? Мы сидели здесь, я приготовила все вот здесь вот, около этого очага. И вначале все было хорошо, и я ждала все-таки благодарности, ну, извинения за то, что там было сегодня утром. Этого не было, не было благодарности, не было ничего, и настроение было испорчено, и сейчас оно, в принципе, такое же. Понятно. Но, Колечка, есть что добавить? Я извинился за свой поступок сегодня утром, да, в принципе, я... Ну хорошо, но мне кажется, на вот этом замечательном шашлычном чаепитии ты же мог как-то наладить ситуацию? Я старался, но меня не поняли маленько тут. Налили вино на камни и убежали. Я бегал тут, страдал, в общем... То есть свидание обернулось ссорой большой, да? Ну почему большой? Нет, просто маленько недопоняли друг друга. Сейчас вы допоняли друг друга? Да, я исправил ситуацию, я подошел, извинился, и все такое происходит. Давай, возьмем ее, возьмем ее! Давай еще поцелуйтесь! Мы поцелуемся, когда будем считать им нужным. Я даже думаю, что Каролина хочет поцеловаться с Астепой. Каролина, мне кажется, ты с Астепой хочешь поцеловаться. Тогда я хочу поцеловаться с Собчаком. С Собчаком! Ну а тут, знаете ли, нам вновь ввели. Подожди, ну я прошу. Это вы с Астепой реально с руками сидят. Меньше всего в этом кругу повезет Сэму, ребята. Да, вот мне кажется. Каролина, что плохого, что он показал доброту и дал голодому человеку поесть? Изначально я вообще шла к другому человеку. И то, что Ник со мной пытается сейчас, или я пытаюсь, я не могу понять. Но мы пытаемся, конечно, что-то создать. Я увидела в нем очень много хороших качеств, но тем не менее, вот на начальном этапе, мне кажется, должно быть все идеально. Каролина тебе нужен или нет? Мне нужна любовь, и я надеюсь, что я ее здесь найду. Каролине нужна любовь, и судя по этой фразе с паузой, эта любовь явно не Коля. Ну а мы увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Уооо! Уооо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...